Как-то зашел к своей соседке за солью. А тут смотрю, ее дочка вся поглощена чтением какой-то книжки. Оказывается, девочка шиншиллу завела. Потому и штудирует соответствующую литературу. Поворачиваю голову и вижу. Огромная клетка, а в ней милое пушистое создание. А самое удивительное, мама почему-то в восторге от нового мохнатого жильца. А ведь это не кошка и не собачка, а южноамериканская шиншилла. Собачки и кошки у нас были. Мы ухаживали. Ухаживала я сама за этими кошками и собачками. Были у нас морские свинки, попугай. У нас было все. Но нам посоветовали просто шиншилку. Сказали, что ребенку нетрудно ухаживать за этим животным. Она знает, что нельзя перекармливать, что надо убирать. И у нее появилось чувство ответственности. А это очень серьезное чувство, которое нужно воспитывать в ребенке. Воронежец, если ты задумал шиншиллу завести, прежде всего помни. Это ночное животное. Поэтому ставить клетку в спальню не рекомендую. Милая зверушка может трясти клеткой не хуже гориллы. И, к слову, в брачный период голос у шиншиллы напоминает паровозный гудок. Ах да, еще она любит разбрасывать вокруг клетки песок и стружку. К тому же грызет все подряд. Ну а в остальном шиншилла просто супер. Ты еще хочешь себе такую зверушку? Тогда поехали дальше. Квартирная шиншилла не имеет специфического мышиного запаха. Это очень чистоплотное животное. Но предупреждаю, своевременный и правильный досмотр обязателен. Не ленись каждые 2-3 дня менять подстилку и мыть поддон чистящим средством. А раз в полгода всю клетку дезинфицировать. А вот паилку и кормушку нужно чистить реже. Раз в две недели. Не забывай о песочнице. Ведь шиншилла купается не в воде, а в специальном вулканическом песке. Просеивай и подсыпай песочек, потому что шиншилла сидеть, а тем более купаться в грязи не будет. Принимает песочные ванны шиншилла раз в неделю. За такой минимальный уход твоя шиншилла тебе не только спасибо скажет, но и с радостью другом станет. Она красивая. Я люблю вот красивых животных. Пушистая и ласковая. Папа мне подарил книжку, прочитала, что любит детей. И мне вот очень понравилось это животное. Ну вот, иногда рухаемся, иногда миримся и общаемся. Шиншилла – истинный гурман. Она питается изюмом, сухофруктами, свежим клевером, одуванчиками и овощами. Но самое любимое блюдо шиншиллы – сено. Оно необходимо ей для пищеварения. Такая уж специфика питания. Но помни, воронежец, что шиншилла, как истинная привереда, уже на второй день сено есть не будет. Помимо этого, шиншилл можно кормить гранулированным комбикормом. А чтобы не пострадала мебель в твоей квартире, обязательно положи в клетку брусочек из вкусного дерева. Груши или вишни. Теперь и мне захотелось домой такое чудо природы. Отправляюсь в зоомагазин. Шиншиллы бывают самых разных оттенков. Черные, белые, пятнистые, фиолетовые и, конечно, обычные – серые. В соответствии с цветом формируется цена. К ней добавляй стоимость клетки, кормушки, поилки, а также ванночки с вулканическим песком. А чтобы потом по ветеринарным клиникам бегать не пришлось, научись определять состояние здоровья твоей шиншилки. По зубам, во-первых, зубы должны быть ровного желтого цвета, то есть без скраплений, без коричневых, без белых. То есть ровные обязательно, не сломанные. То есть если они ровные, одинаковые длины, то шиншилла их стачила, то есть она не переносила процесс болезни. Уши обязательно должны быть чистые, без покраснений. И шерсть – это шиншилла очень следит за своей шерстью, то есть она купается в песке, не любит, когда ее сильно тискают. То есть песок впитывает весь этот жир и грязь. И то есть шиншилла должна в идеальном состоянии выглядеть. Если у нее сваленная шерсть как-то или комками, это верный признак того, что шиншилла больна. Если понравился тебе такой мохнатый друг, как шиншилла, тогда поторопись. Ведь по заверению продавцов шиншилл разбирают очень быстро. Поговорка «Собака лучше друг человека» давно уже не актуальна у воронежцев. Покупай в дом кого хочешь. Главное – забота и правильный уход. Выбирал шиншиллу Владимир Александренко.